МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что вы скажете? Есть. Ну, это еще целое, можно сказать. Анатолій Сверид вперше потрапив в Донецкий аэропорт у грудня 2014-го. Там дістав поранення і більше місяця провів у Дніпропетровському шпиталі. Проте думками старшина весь час був на Литовищі. Я прошел лечение в госпиталі, и затем знал, что будет заезд моей роты на терминал второй, и, собственно, к этому времени я спешил выписаться, чтобы успеть на заезд в Дворопрот. Понимал, что я ребятам нужен там. Анатолій уже прибыл с группой из 90-го батальона, в шансы, в этот момент уже в ночь с 18-го на 19-го. Они, насколько я понимаю, приехали полностью добровольно. Тобто, с моральной точки зрения, это было очень большой плюс. Ну, мы знали, что у нас хоть кто-то приехал. Потому что мы тут уже не рассчитывали, взагалі, ни на что, грубо говоря. Я со Стасиком был на первом посту. Становились, дежурли по очереди, без звания, без посадки, без ничего. По два человека, автомат, пулемет. Вот Стасик делал свою работу, он там все пулеметы почистил. Молодец. Анатолій з меня на один пост попал. Первый, что кидался в очи, очень спокойный. То есть, независимо, что там творилось, да, там, ну, рано трехиурос был. Ну, спокойно, адекватно реагировал на події, все, які відбувалися. 19 січня термінал, на якому ще майорів у українських стяг, боярити підірвали. Як з'ясувалося пізніше, проти киборгів застосували понад 700 кг тортилу. Мы отбили штурм з рамки, відносно за тысячи пару хвилин. До 20 метров я сстегли перекурити, і стався другий вибух. Я опинився під завалом, благо, не внизу, а наверху. Вибухом підкинуло вверх, і під самий низ завалю я не попав. Мне тільки одною платою придривало по ногам. Анатолій був один з тих, хто мене допомагав під завалом витягати. Я прийшов до тями, висив головою вниз, слышав крики бойцова помощи, там, де моя рука, де моя нога, там, пацаны. Вот у мене с левой, ну, лицо було посечено, там есть фотографии, там, с этого апарата. Вот кров заливаю от левого глаз, чувствую кров, кров здесь, ну, холодно було, а кров, кров, когда горячая, ну, что-то, с одной стороны, приятно, хоть какое-то тепло. Вот. Потом отцепился, и потом уже начали доставать ребят, но они были очень сильно повреждены, скажем так, да, тоже, там. Бейня кричал, помоги мне, пристрели, добей меня, командир. Это вот на воню самое хреновое, то, что видишь, как видишь, слышишь, как умирает твой бойца, помочь не можешь. Вот это вот. Из 12 армейцев, яких дістали з-під завалу, до ранку дожили лише четверо. Ні радіостанції, ні боекомплектів, ні медичних засобів у хлопців не було. Все залишилось похованим під уламками. Так само не було і часу на роздуми. Поранені бійці від втрати крові та сильного болю почали втрачати свідомість. Вот и к утру я, связавшись там с командованием батальона, узнал, что ни переговоров, ни эвакуации не будет. Вот я принял решение выйти на переговоры с нашими оппонентами, чтобы спасать ребят, которые остались. Безбронежилета, який довелось сняти через переламані ребра, с розтрощеною правою рукою спартанец попрямував улігвого ворога. Там на него чекали понад 30 бойовиків. На зустріч с фатажком сепаратисти кіборгу йти вже допомагали. Вот они выполняли все условия, кроме того, что когда я сказал дайте телефон и позвоню командованию, чтобы прислали транспорт за ранеными, они сказали, что раненый поедет к нам. Да, то есть мы медицину, их спасаем, грубо говоря, да? Так и получилось, да? То же Стасу спасли, но в том же Донецкой трактологии, как бы там ни было. Залишаю ему хочу сказать, очень большое спасибо, что... Ну, я уже, я был без сведомостей, но, насколько я знаю, якую информацию владею, это он договорился с представителями так и незаконных формований, что нас обкололи, грубо говоря, что мы дали первую помощь, потому что мы там реально відъезжали. Я, Остап Гаврилляк, Маск, Кривошапка, Ваня, доверь мен. Так Анатолій Сварид потрапив у полон. У той час, як Цвіт дізнався про долю аэропорту, дружина кіборга Оксана вирушила на схід рятувати коханого. Проте вже угорлівці жінку захопили терористи. Російські найманці вирішили, что вона добрый подготовленный разведник. І Оксану били по-мужськи, як мужчину. Що вони хотіли цим добитися? Ну, вони хотіли, щоб ми сказали, що ми разведдиверсюнна група. Лишній раз тільки підтвердила, вже потім впоследстві, що, да, життя одного і второго було на волосці. І їх спас їх син, восьмилетній Марк. Что-то йокнуло в сердце і хотілося прервати традицію сирот в цій сім'ї і не дати можливості Марку остатися сиротою. Анатолій з Оксаною рано осиротіли. Схожа доля могла спіткати і їхнього восьмирічного сина Марка. І тогда я обратился к Безлеру по телефону з просьбой, если он в курсі в этой ситуации, рассказал о Марке восьмилетнім, которого нельзя допустить, чтобы он стал сиротой. І получил обратную реакцию. Я не знаю, на какие клавиши надавил Безлер, но он перезвонил мне через 15 минут и сказал, завтра в 10 утра будьте в Горловке, заберете. І вже через декілька діб Оксані дозволили побачитись із чоловіком. Анатолій, он як краб з забинтованной клешнёй обнимав жену і держався він стойко. Його гляда не показували мужество, але це мужество було вокруг него. Хочеться сказати, наверное, много, да, виходить, що, ну, поговорили, о чому говорили, там, я особо не помню, якщо честно. Жена привезла три мандарини, по дольки потом всем разделив. Мандарин. Это здесь, ну, люди этого не понимают, да. Там глоток воды, это... Это много, бачите. Того ж дня Оксана поїхала додому, а через місяць з полону повернувся і Анатолій. На нього ще чекали численні операції та довга реабілітація, проте вже на вільні від бойовиків землі за підтримки друзів та родини. Это как второй день рождения, то есть і у нього, і у мене. Шатрой? Двой расти. Растеш, не подинай, по часу. Я много видел разных людей, я научился їх читать, наскільки це можна. він твірдий, поверений, этих событий то эти слова уже проявили смысл для каждого и будем жить и конечно будем жить